Сталинская стратегия восстановления народного хозяйства принесла с собой не только впечатляющий успех, но и большие проблемы. Промышленность оказалась перетяжеленной. Производство оборудования преобладало над производством предметов потребления примерно в соотношении 70 к 30. Восстановление промышленности за счет сельского хозяйства привело к его глубокому кризису. В августе 1953 года с программой экономических реформ выступил тогдашний глава государства Маленков. Он предлагал переместить центр тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности, что должно было насытить рынок товарами народного потребления и повысить качество жизни граждан. В сельском хозяйстве был предложен комплекс мер по облегчению положения крестьян и интенсификации производства через повышение материальной заинтересованности в результатах своего труда. Преобразования в сельском хозяйстве начались в конце 1953 года. Повышение закупочных цен на сельхозпродукцию. Списание долгов прошлых лет. Отмена налога на личное подсобное хозяйство и увеличение участков в пять раз. Предоставление хозяйственной самостоятельности колхозам и прекращение мелочной опеки их со стороны власти. Увеличение государственных расходов на социальную сферу села. Взгляды первого секретаря ЦК Хрущева несколько отличались от идей Маленкова. Он хотел обеспечить быстрый рост производства зерна за счет расширения посевных площадей. В 1954 году в соответствии с этим началось освоение целинных и залежных земель в Казахстане и Южной Сибири. Несмотря на то, что этот шаг обещал скорое решение зерновой проблемы на текущий момент, он означал поворот на экстенсивный путь развития сельского хозяйства. В результате предпринятых мер к 1959 году валовая продукция сельского хозяйства увеличилась почти наполовину. Рост производства зерна был связан в первую очередь с освоением целины. Также сыграло свою роль и повышение урожайности. Значительно вырос уровень жизни колхозников. Однако в конце 50-х годов темпы роста сельского хозяйства замедлились. Причиной этого во многом были новые шаги Хрущева, направленные на свертывание реформ Маленкова. С 1958 года вновь началось наступление на личные подсобные хозяйства, которые, по мнению руководства, отвлекали колхозников от общественного производства. Тогда же были расформированы МТС, техника которых была в обязательном порядке продана колхозам. В результате колхозы понесли значительные убытки, а многие механизаторы не остались на селе и перебрались в города. К 1962-63 годам непродуманная распашка целинных земель в степях обернулась эрозией почв и резким падением урожайности. Руководство попыталось переломить ситуацию путем укропнения колхозов и деревень. Однако это только увеличило отток населения в города. Негативное влияние оказали также непродуманные и импульсивные решения Хрущева, ярким примером которых стало повсеместное внедрение кукурузы директивными методами. Кризис сельскохозяйственного производства впервые за многие годы привел к закупкам зерна за границей. В первой половине 60-х годов руководство страны, осознав пагубность последних решений, попыталось вернуться к курсу середины 50-х годов, но решения эти опоздали. Курс Маленкова на преимущественный рост производства товаров народного потребления после отставки последнего был свернут. Хрущев вновь поставил на первое место тяжелую индустрию. Во многом это было связано с потребностями гонки вооружений. К началу 60-х годов соотношение предприятий тяжелой промышленности и легкой, и пищевой составляло уже 75 против 25. Советская промышленность в 50-е и 60-е годы добилась значительных успехов. Это время иногда даже называют второй индустриализацией. Продукция тяжелой промышленности выросла в пять раз, легкой и пищевой – в два раза. Опережающими темпами развивались электроэнергетика и нефтедобыча. Начались разработки месторождений на востоке страны. Символами успехов советской индустрии стало создание первого в мире атомного ледокола, реактивного пассажирского лайнера Ту-104, скоростного судна на подводных крыльях «Ракета». Но самым значительным успехом стал прорыв СССР в космос. Однако, несмотря на громкие успехи, в основной массе советской промышленности качественных перемен не происходило. Рост достигался за счет экстенсивного развития. Наметилось отставание СССР в качестве продукции и наукоемких технологиях. Во второй половине 50-х годов началось снижение темпов экономического роста. Неоднозначный эффект имела и управленческая реформа Хрущева. В 1957 году были ликвидированы центральные органы управления промышленностью, отраслевые министерства. Их функции передали совнархозам, сформированным по территориальному признаку. Положительный эффект этого шага состоял в оживлении экономики в регионах. С другой стороны, отсутствие единого координирующего органа привело к нарушению связей между регионами и замыканию их на собственные нужды и ресурсы. В целях координации деятельности территориальных совнархозов в 1963 году был создан Высший Совет Народного Хозяйства. Однако эти реорганизации привели лишь к росту управленческого аппарата. Не спас положение и переход от пятилетних планов к семилетним. К середине 60-х годов в промышленности также начали ощущаться кризисные явления. Субтитры создавал DimaTorzok